Трагедия в Красноярском крае, где рано утром прорвала дамбу на золото добывающей артели Сесим. По последним данным, 15 человек погибли, 16 госпитализированы, судьба еще 13 остается неизвестной. Спасательная операция продлится до вечера, зона поиска расширена, в районе прорыва введен режим ЧС. Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и выяснить причины произошедшего. 21 октября объявлен днем траура в Красноярском крае. За развитием ситуации следит Андрей Сидоренко. Сигнал о прорыве дамбы технического озера золотодобытчиков в Курагинском районе Красноярского края поступил около двух часов ночи. Авария произошла в акватории местной реки Сейбы. В результате чрезвычайной ситуации произошел прорыв гидротехнического сооружения, которое полностью было разрушено. И вода, находившаяся непосредственно в гидротехническом сооружении, достигавшая примерно от 3,5 до 4 метров, смыла два дома, в которых проживали работники предприятия. В момент происшествия внутри общежитий находилось около 80 старателей. Позвать на помощь удалось не сразу. Место происшествия расположено в глухой тайге. Самый близкий поселок Щетинкино в 20 километрах, ниже по течению. Связи практически нет. Ближайшее место, где располагались спасатели, город Артемовск, 60 километров на юг. Именно оттуда выдвинулась оперативная спасательная группа в составе 41 человека и 12 единиц техники. По последним данным, в результате ЧП 15 человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести. На текущее время за медицинской помощью уже обратилось 16 человек. Трое по-прежнему тяжелые, они госпитализированы в Курагинскую районную больницу. Оставшиеся также партиями постепенно поступают в районную больницу. Там ситуация более простая. Это средняя степень тяжести и легкая степень тяжести. Это ушибы, переохлаждение, но есть переломы. Известно, что трех человек, получивших наиболее тяжелые травмы, эвакуируют в медучреждение Красноярска самолетом санавиации с бригадой краевых специалистов. Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Ус доложили о чрезвычайном происшествии президенту. Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущение распространения последствий обрушения дамбы на ближайшие населенные пункты. В настоящий момент 13 человек из числа находившихся внутри общежитий в момент аварии считаются пропавшими без вести. К их поискам привлечена авиация, а также водный транспорт Государственной инспекции по маломерным судам. Нарможение группировки силы и средств наращивается, дополнительно будут привлекаться до 300 человек. В настоящее время привлечены уже 6 вертолетов МИИ-8 МЧС России, а также маломерные судны в государственные инспекции по маломерным судам МЧС России, которые будут проводить поиски пропавших без вести людей. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уже известно, что дамба в поселке Золотодобытчиков не числилась в реестре Ростехнадзора как гидротехническое сооружение. Есть определенный порядок создания и эксплуатации инженерных сооружений. Это очень четкий регламент, потому что эти сооружения таят в себе потенциальную опасность. Соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте произведены такие работы. То есть работы сделаны, соответственно, кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. Там работают уже представители контролирующих и правоохранительных органов. И сейчас с начальником Главного управления внутренних дел, прокурором, главным федеральным инспектором мы вылетаем на место этой трагедии. Предположительно, построенная кустарным способом, плотина была изношена и не смогла выдержать потока воды, который образовался из-за обильных осадков в регионе. Андрей Сидоренко, ТВ-Центр.